Нынешней весной фонд уже предоставил Украине миллиард долларов, но нацбанки рассчитывают получить еще как минимум 3,5 до конца года. И без этих денег удержать финансовую стабильность в нашей стране будет навряд ли просто. Хотя бы потому, что в ближайшие несколько лет только по внешнему долгу Украине предстоит выплатить больше 12 миллиардов долларов. Давайте напомним, какие именно задачи Украина уже пообещала МВФ решить в этом году и чем должны заняться депутаты. У них осталось 12 дней, а непроголосованных законопроектов десятки. Со следующей недели депутаты снова вернутся в сессионный зал. Первый вопрос, который обещают рассмотреть кадровый. Уже во вторник на рассмотрение депутатов могут внести кандидатуры на пост омбудсмена. Но перед избранниками есть вызовы и посерьезнее. Законопроекты МВФ. Именно они и станут проверкой депутатского единства и эффективности. В кратчайшие сроки нардепы должны взяться за пенсионную реформу. Ее проект уже презентовал премьер и одобрил МВФ. До конца летней сессии депутаты должны успеть проголосовать и земельную реформу. Это при том, что открыть рынок земли слуги народа не могут уже 15 лет. А на данный момент нет ни проекта реформы, ни человека, который взял бы на себя ответственность за нее. Ведь аграрный министр в мае подал в отставку. Кроме того, депутаты должны поработать и на антикоррупционное благо. И наконец-то расширить полнобойщее НАБУ. Сделать это они обещают МВФ еще с осени. Обещают избранники взяться и за пакет законопроектов по приватизации. По каждому из этих вопросов скандалов и споров не на одну неделю. А времени совсем нет. Но, как показывает практика, депутаты с легкостью умеют отодвигать даже самые строгие дедлайны и проваливать даже самые актуальные и нужные законопроекты. Продолжение следует...